Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Плюс 340 миллионов в областную казну. Губернские депутаты рассмотрели поправки в бюджет. Импортозамещение в действии. В Самарском университете спроектировали имплант шейного позвонка. Будет где отдохнуть. Этой зимой в городе зальют 112 катков. Чтобы и следа не осталось, объявления о продаже спайса массово закрашивают. Когда алкоголь начнут продавать без паспорта, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. 5,5 миллиардов рублей инвестирует компания «Лукойл» в развитие предприятий Самарской группы. Деньги пойдут на разработку новых месторождений на юге региона и внедрение новых технологий добычи тяжелой нефти в северных районах. Об этом топ-менеджеры компании говорили на рабочей встрече, которую провел губернатор Николай Меркушкин. Вице-президент нефтяной компании Николай Николаев отметил, что в этом году, как и было запланировано, увеличена добыча черного золота. Она составила 2 миллиона 280 тысяч тонн. Компания развивает сеть автозаправочных станций и участвует в социальных проектах в Самарской области. «Хоть и год он непростой, в целом и для нефтяников непростой, идет рост на уровне 10 более, чем по соглашению, то, что мы планировали, понимая, какая ситуация, более порядка 12% роста, это, конечно, нас радует. Мы только за и будем дальше все делать для того, чтобы те проблемы, которые были с землей, шаг за шагом решать, 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 создавать самые благоприятные условия для того, чтобы вы развивались». «Большая есть энергия и небольшие активы дают возможность нам добывать довольно-таки быструю, короткую по времени, от начала бурения до реализации нефти. Я считаю, что в этом плане, конечно, перспектива по Самаре довольно-таки большая». Обратный отчет в космической тематике. Систему навигации во время чемпионата мира по футболу в Самаре сделают необычной. 15-метровые цифры будут украшать дорогу до стадиона. Об этом рассказал министр строительства Самарской области Алексей Гришин. Район и радиоцентр станет местом притяжения не только спортсменов, но и лучших умов страны. А чемпионат обещает оставить достойное наследие. Марина Кравцова узнала, что запланировано. Объект номер один – стадион «Самара-арена». Строители стремительно наверстывают небольшое отставание от графика. К тому же планируется, что металлоконструкции будут возводить сразу в два потока. Проект Самарского стадиона предусматривает, что одновременно можно производить и бетонные работы, и монтаж металлоконструкций. Что касается объектов, за которые ответственен регион, тут все по графику. Уже готовы водопровод и канализация. В ближайшие дни завершат строительство котельной. Уже приступили к созданию двух тренировочных полей. После чемпионата их отдадут детским спортивным школам. Сделают также благоустроенную аллею, пешеходные дорожки, подземный переход. Губернатор поставил задачу не только провести чемпионат, не только построить стадион, а развить данную территорию как новую городскую территорию, на которой у нас появятся и научные учреждения, и новые крупные спортивные объекты, и парк. Там формируется очень серьезно транспортный пересадочный узел. Рядом со стадионом построят разворотное кольцо трамваев. Этот вид городского транспорта будет основным для доставки болельщиков. Ветка соединит стадион с железнодорожным вокзалом. Также рядом появится акропарк. Его создадут при поддержке инвесторов. Построят пожарное депо и отделение полиции. В числе перспективных объектов – Ледовый дворец, Велотрек и Дворец водных видов спорта. Космический подтекст будет в системе навигации от вокзала и аэропорта. На улицах установят указатели, информационное тепло и специальные стенды. А на главной аллее, ведущей к стадиону, появятся 15-метровые цифры. Исходя из нашего рабочего названия «Космос-арена», было предложено разработчиками концепции устроить обратный отсчет. У нас будут стоять здесь через 100 метров цифры. То есть 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В районе радиоцентра спорт будет соседствовать с наукой. Идут проектные работы для создания «Гагарин-центра». Он будет представлять кампус, место, где молодые ученые будут и жить, и работать, в перспективе развития производственных площадок. Не забывает Минстрой о строительстве метро. В августе следующего года завершат камеру съездов на станции «Алабинская» и полностью откроют улицу Новосадовую. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Больше 340 миллионов рублей поступило в областную казну из федерального бюджета. Депутаты губернской думы рассмотрели поправки в главный финансовый документ. На какие статьи расходов добавят денег, знает наш корреспондент Олег Зверев. Почти 200 миллионов рублей на проектирование и реконструкцию Самарского дворца спорта. Эти деньги поступили из федеральной казны. Сегодня депутаты Самарской губернской думы согласовали изменения в областном бюджете. В общей сложности он пополнился на 340,5 миллионов рублей. Помимо дворца спорта, деньги поступили также на лекарственное обеспечение. В частности, закупок антивирусных препаратов для инфицированных ВИЧ и гепатитом В и С. Поступили также деньги на другие расходы. В частности, 85,5 миллионов рублей на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. А 40,5 миллионов рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для одинокопроживающих пенсионеров, достигших возраста 70 лет. Эти деньги, которые тем более пришли на безвозмездной основе, это, конечно, серьезный плюс для успешного завершения решения многих социальных вопросов, выходящих в 2016 году. Еще 10 миллионов 300 тысяч поступило на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Следует отметить, что в этом году уже поступали средства из федерального бюджета. Это было 223 миллиона 200 тысяч рублей, что позволило обеспечить жильем 181 ветерана, в том числе 25 участников и инвалидов войны. На сегодняшний день остаются необеспеченными жилыми помещениями 83 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе из них 3 участника войны и 80 вдов ветеранов. Из федерального бюджета Самарской области было дополнительно предусмотрено 10 миллионов 300 тысяч рублей, что позволит обеспечить жильем еще 9 человек. То есть те три непосредственно участника инвалидов войны, что в этом году были выявлены необеспеченным жильем, они как раз попадают в это число. Всего же, начиная с 2008 года, жильем обеспечено более 5000 человек. На это выделено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование из областного бюджета профессиональных спортивных клубов. Это крылья Советов, баскетбольный клуб «Самара», хоккейная команда «Лада» и волейбольный клуб «Искра». На их поддержку выделено 176 миллионов рублей. Олег Зверев, Григорий Пешаков, События. Почти 2 миллиарда рублей выделило регионам федеральное правительство на приобретение новой техники отечественного производства. В список попала и Самарская область. Сколько автобусов и машин скорой помощи закупит регион, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дешевеет. За один баррель марки «Брент» дают 47 долларов 90 центов. Американская валюта продолжает понемногу расти. Курс на 30 ноября. Доллар 64 рубля 94 копейки, евро 68 рублей 84 копейки. Золото стоит 2481 рубль, серебро 34 рубля 36 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 66 рублей 66 копеек, дороже всего продать за 63 рубля 54 копейки. Министерство труда России намерено повысить пособие по безработице до 8 тысяч рублей. Уже даже законопроект разрабатывают. Но когда повысит, пока не говорят. Точно известно, что не в 2017 году. Минпромторг предлагает разрешить продавать алкоголь без паспорта. Предъявлять документы все же придется. Но можно будет обойтись просто водительским удостоверением. А Самарская область получит деньги на закупку 38 школьных автобусов и 13 машин скорой помощи. Всего на покупку техники правительство страны выделило на все регионы почти 2 миллиарда рублей. На этом все. Удачи в делах. На Самарскую область надвигаются морозы. По прогнозам синоптиков, уже этой ночью температура опустится ниже 9 градусов. А в четверг ожидается до минуса 18. В связи с этим уборки города от снега особое внимание. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства представители районных администраций и управляющих компаний отчитались о проделанной работе. С задачей справились в среднем на 70%. Всего за прошедшие сутки из Самары вывезли более полутора тысяч тонн снега. К работе привлекли 255 единиц спецтехники и 300 рабочих муниципального предприятия благоустройства. Руководитель департамента Вячеслав Коновалов поручил управляющим компаниям активнее убирать наледь. Особое внимание обратить на подходы к подъездам и очистку крыш от сосулек. Еще больше спорта. Этой зимой в Самаре планируется залить 112 катков. Больше 50 оборудуют во дворах. Кроме больших катков на площади Куйбышева и на набережной зальют лед в парках и пришколах. К этой работе приступят, как только температура воздуха достигнет устойчивых минусовых значений. Возможно, ледовых площадок будет и больше. Администрации районов продолжают поиск подходящих мест. Особое внимание уделят праздничному оформлению катков и культурной программе. Контролировать содержание льда вместе с представителями власти будут общественники. Им предстоит составлять еженедельные фотоотчеты. А в марте подведут итоги конкурса на лучший городской каток. Особое внимание обращено на обеспечение условий для комфортного пребывания на ледовых катках. Это качественная заливка, музыкальное сопровождение, освещение. Теперь самое главное, чтобы у нас с вами был результат. Чтобы было все качественно подготовлено. Катки были, значит, украшены. Уход был за этими катками, порядок. Далее, коротко о других темах дня. Самарский областной суд рассмотрит дело об убийстве топ-менеджера завода Тарасова Олега Новикова. Его застрелили из автомата рядом с проходной предприятием в ноябре 2004 года. Кроме топ-менеджера погиб шедший на завод грузчик. На скамье подсудимых окажутся Алексей Скрипниченко и Андрей Богданов. Им вменяют бандитизм, убийство, незаконное хранение оружия. Кроме расстрела Новикова, согласно материалам дела, в 2008 году они совершили покушение на убийство тольяттинского предпринимателя в Нижнекамске. Вечером в понедельник 28 ноября в соцсетях стали появляться фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен бегущий по жилым кварталам Привожского микрорайона Самары Дикий Кабан. В частности, автор одного из постов сообщил, что видел животное около 9 часов вечера в районе Барбошиной Поляны. В соцсетях также появились видео с регистраторов автовладельцев, запечатлевшие кабана во дворах. В обсуждениях говорилось о том, что люди сообщали о появлении дикого зверя в полицию, а стражи порядка отвечали, что ведут по данному сообщению работу. С 1 декабря сократится количество рейсов на маршруте Самара-Рождественно. Это обусловлено ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки. Информацию об изменениях в расписании и о фактическом выполнении рейсов можно узнать в справочной службе речного вокзала по телефону 222-9337. Самара попала в топ-10 российских городов, самых популярных для отдыха в новогоднюю ночь. В этом рейтинге также оказались Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Екатеринбург, а на первом месте традиционно Москва. Исследование основано на данных поиска и брони отеля для проживания в новогоднюю ночь. При этом в Самаре сутки обойдутся дешевле всего, чуть больше 3000 рублей, а в Сочи дороже всего, свыше 6000. Музей Модерна устроит цикл экскурсий для самых маленьких зрителей на зимних каникулах. Гостям предложат посетить экспозиции «Джентльмены предпочитают» о мужских увлечениях рубежа 19-20 веков. А также женская мода в стиле модерн из коллекции Александра Васильева. На нее можно будет попасть до 15 января. Выставка состоит из платьев и костюмов эпохи правления императоров Александра III и Николая II. Импортозамещение в медицине ученые Самарского университета спроектировали и изготовили на 3D-принтере экспериментальный образец импланта шейного позвонка. Сейчас в медицине применяют зарубежные материалы. Их изготовление занимает время и стоит недешево. Разработки самарских ученых позволят улучшить производство имплантов сразу по нескольким критериям. Каким расскажет Олеся Корецкая. На первый взгляд это деталь от конструктора. Имплант для позвоночника состоит из трех частей. Сама технология замены суставов не новая. Но именно совместная работа ученых Самарского и медицинского университетов позволит создавать вот такие отечественные импланты гораздо быстрее и без ущерба для качества. Это тот случай, когда стоило заново изобрести. Но не велосипед, а имплант шейного позвонка. Ученые Самарского университета совместно с медицинским вузом и больницей Пирогова улучшили стандартный образец и создали свой через сотни экспериментов и научных опытов. Данный имплант получен методом селективного лазерного плавления. То есть лазер плавит частички металла, сплавляет между собой и слой за слоем получается изделие. Замена шейных позвонков – распространенная операция. Необходимость поставить имплант возникает при остеохондрозе, онкологических заболеваниях, после травм у спортсменов. Больше половины населения планеты после 40 лет попадает в группу риска. Получается, у нас есть верхний и нижний позвонок, и, грубо говоря, болтами вкручивается в позвонки. И вот этот имплант, он как раз их скрепляет между собой и позволяет человеку, скажем так, не лежать, а жить дальше. Сейчас больным ставят импортные образцы. Их изготовление приходится долго ждать, и стоят они дорого. Производство отечественных имплантов из российского сырья позволит экономить сразу несколько ресурсов – время и деньги. Металл – это чистый титан. Он наиболее биосовместим с человеческим организмом. И исследования показали, что он интегрируется в клетки человека и не вызывает токсичные реакции. Такой имплант может прослужить до 15 лет. В своих разработках самарские ученые пошли еще дальше. Каждую деталь можно создать анатомически адаптированной. 3D-принтер за несколько часов напечатает позвонок с учетом всех особенностей строения позвоночника. Сейчас разработка самарских ученых находится на стадии эксперимента. Впереди клинические исследования отечественных имплантов на совместимость с тканями человека. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Реклама вне закона. На домах Самары все чаще стали появляться названия сайтов по продаже спайса. С виду они неприметны. Их специально рисуют на углу дома или в арках. Сегодня на борьбу с незаконными надписями вышли коммунальщики. Присоединилась и прокуратура. Они занимаются блокировкой таких сайтов. Сколько уже закрыли, знает Валерия Макарова. Эти надписи по закону мы не имеем права показывать. На них ссылка на сайт, где торгуют наркотиками. Такие росписи на домах начали появляться здесь в сентябре. Когда они появились, мы начали взаимодействовать с отделом полиции номер 6, который обслуживает Самарский район. И пришли к выводу, что это с сайта, содержащие наркотическую тематику. Граффити закрашивают, но недобросовестные торговцы снова выходят на улицы с краской. Ведь нарисовать – минутное дело, а вот обнаружить и убрать затратно и по времени, и по материалам. Помогают жители, они сами звонят в администрацию района или на горячую линию прокуратуры. Закрасить незаконные надписи иногда удается всего за сутки. Управляющие компании сокрушаются. На этих вандалов краски не напасешься. За раз может уйти вот такое ведро. Впрочем, важнее найти автора надписи. Это дело полиции, а прокуратура района занимается блокировкой незаконных сайтов. Закрыто около 15 таких интернет-сайтов по заявлениям прокуратуры. Также обращаемся в суд. То есть практика уже есть. Конкретно по этому случаю к нам уже информация из администрации поступила. Уже проводится в настоящее время проверка. Заявление в Роскомнадзор направлен. Закрашивая такие надписи, власти района надеются уберечь от неверного шага любопытных подростков. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Музыкальные дебюты. Конкурс с одноименным названием проходит в Самарской седьмой городской музыкальной школе. В этом году свое мастерство пришли продемонстрировать почти 100 человек из разных музыкальных учебных заведений города. С будущими звездами познакомилась Лариса Шалафаст. До выступления остаются считанные минуты. Ученица седьмой музыкальной школы Алена Ключикова повторяет концертную программу. Для нее это уже не первый музыкальный конкурс. Игре на домре она обучается три года. И уверена, выступление перед публикой – это хороший опыт, который помогает оттачивать свое мастерство. Когда я играла, пальцы разрабатываю, что потом еще лучше играла. Конкурс для молодых дарований проходит при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики уже несколько десятилетий. Для многих участников это первое в жизни такое испытание. Показать свое мастерство в этом году пришли почти 100 ребят из разных музыкальных школ города. Это наполовину больше, чем в прошлом году. Всех участников распределили по группам. В программе выступления гитаристов, пианистов, баянистов и аккордеонистов. Момент успеха у маленького ребенка, у маленького человечка всегда должен присутствовать. Момент успеха. Конечно, для него это, для сцены, это наши аплодисменты. Это его награда, это его потом память в будущем. А в дальнейшем стимулирует к хорошей высокой учебе, и чтобы получился, может быть, выдающийся музыкант. Мы отмечаем практически каждого ребенка, давая возможность ему полюбить свой инструмент, привести ему любовь. Мы пытаемся не как большой конкурс, так как спортивный интерес, а дать возможность даже ребенку, который неудачно выступил. Я придумал такие названия, как «Наша надежда», «Приз надежда», «Наше будущее музыкальное». Чтобы дети остались награждены. Музыкальные дебюты – отличный старт для будущих выступлений, говорят педагоги. Победители конкурса смогут принять участие в более масштабных фестивалях регионального и федерального уровня. Организаторы обещают, в финале конкурса без награды не останется никто. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. В Казани состоялась жеребьевка Кубка конфедерации FIFA 2017, который пройдет в России и будет предварять чемпионат мира по футболу 2018 года. Участниками мероприятия стали глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, вице-премьер правительства России Виталий Мутко, полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, а также глава Самара Олег Фурсов. Трансляция церемонии велась на 200 стран. Матчи Кубка конфедерации состоятся с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Участие в них примут сборная России как странно-организатор, действующий чемпион мира сборной Германии, а также победители континентальных первенств – команда Австралии, Португалии, Чили, Мексики и Новой Зеландии. По итогам жеребьевки Россия сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. Глава Самары отметил, что участие в жеребьевке Кубка конфедераций – отличная возможность обменяться идеями и информацией о том, как продвигается работа по подготовке к чемпионату мира 2018 года у городов-организаторов. «Если говорить о Самаре, то должен отметить, что мы очень активно готовимся к чемпионату мира 2018 года. Благодаря поддержке Николая Меркушкина у нас строятся современные дороги, у нас идет ремонт фасадов очень серьезный. Мы, конечно, очень рады тому, что стране выпала возможность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Огромная заслуга здесь, конечно, президента, огромная заслуга Министерства спорта, руководителя Минспорта. И мы со своей стороны, конечно, постараемся сделать так, чтобы все, что от нас зависит, было выполнено в сроке. И вся страна, и наши жители, жители наших городов испытали огромное удовольствие, и радость, и гордость от того, в какой стране мы живем». Плыть вопреки всему в Самаре прошли областные соревнования среди паралимпийцев. Как стать чемпионом, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Толетинский паралимпийц Иван Цыпленков на первенство области по плаванию в Самару приехал побеждать. И хотя ему пока 14 лет, и на водной дорожке он всего лишь три года, Иван готов соревноваться наравне со взрослыми. Ведь его мечта – заслужить место в сборной команде России и выступать на летних паралимпийских играх. «Выигрывать, конечно, нелегко, да, но победа, которая достается честным трудом, она самая дорогая в жизни. Надо готовиться, упорно заниматься, тренироваться, улучшать время, чтобы ты мог почувствовать, что у тебя есть результат, сдвиги какие-то. Надо идти к цели». Тренер восьмой школы Олимпийского резерва Самары Лариса Оленикова с паралимпийцами работает не первый год. Воспитала серебряного призера чемпионата Европы по плаванию Вячеслава Ленского. Спортсмен-колясочник должен был выступать на бразильской паралимпиаде, но допинговые интриги помешали Ленскому осуществить свою мечту. Тренера рук не опускает и продолжает тренировать самарских паралимпийцев по своей авторской системе. «В общем, были как бы в одном временном отрезке, чтобы, например, когда ты даешь эстафету, ты говоришь, что старшие плывут позже или старшие плывут с отягощением, а младшие, например, в ластах. И получается, что маленькие дети конкурируют со старшими, от этого они еще больше там загораются. Как бы ты уравниваешь условия, надо придумать, как условия уравнять, когда они как бы не совсем равны». Проверить, чья тренерская система подготовки чемпионов работает лучше, можно было на чемпионате и первенстве Самарской области. На старт вышло 60 паралимпийцев с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. От 8 до 30 лет. Из Тольятти, от Радного и Самары. Плыли 50 и 100 метров. Брасом и вольным стилем. «Рекордов не было, в общем-то. Хотя я думаю, что надо уже нам какую-то завести статистику, потому что развитие происходит, статистика должна быть. И я думаю, что мы к этому придем». По итогам турнира была сформирована сборная команда Самарской области. В нее попали 5 новых спортсменов. Среди них Иван Цыпленков из Тольятти. На 50 метрах он показал второй результат. Чемпионы и призеры поедут выступать на чемпионаты по Волжье и России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже больше 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самара Гиз и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.